Тема моей проповеди Сокровенное это церковь, а церковь это ты Ты это церковь Давайте откроем Эфисианам 3 главу И прочитаем С 5 стиха Пожалуйста, слушайте внимательно Это апостол Павел пишет этим Эфисианам Эфисиане это были верующие люди, которые приняли Господа И которым он им писал послание И он им в начале главы говорит Что для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа За вас, язычников Алло, послушайте, это настолько важно для вас Что я, Павел, стал узником Я в тюрьме сижу за то, что я вам сейчас говорю Я положил свою жизнь Потому что это настолько важно И он им пишет дальше В 5 стихе он говорит, что Тайна Христова, которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческих Как ныне открыта святым апостолам его И пророкам, духом святым Чтобы язычниками быть Сонаследниками Составляющими одно тело И сопричастниками обетования его во Христе Иисусе Посредством благоствования Через проповедь Которого служителям Соделался я по дару благодати Божией Дана мне действием силы его Мне, наименьшему из всех святых Дана благодать Сия благовествовать язычникам Неисследимое богатство Христова И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны Сокрывшейся от вечности в Боге Создавшим все Иисусом Христом Дабы ныне, сегодня, соделались известные Через церковь, начальством и властям на небесах Многоразличная премудрость Божия По предвечному определению Которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим В котором мы имеем дерзновение И надежный доступ через веру в Него Поэтому прошу вас не унывать Прямо их ради вас скорбях Которые суть ваша слава Интересно, друзья, что это Павел пишет, что Бог сейчас строит свою церковь Бог строится У Бога происходит строительство Вы знаете, что Я помню, когда мы на Украине строились Или когда тут в Америке строят что-то такое Что все внимание на стройку Почему? Потому что стройка требует денег Ресурсов, людей Усилий, планирования Небо сейчас, оно активно работает Потому что небо строится А что же строится? А строится церковь Церковь, которая сокрыта в сердце Бога И Павел называет это тайной Это mystery по-английски Что никто не понимал Даже в небе ангелы Все умные там Все творения Они не понимали Как Бог исправит ошибку А ошибка была конкретная Человек согрешил Человек избрал Не повиноваться Богу И жил по собственным своим желаниям Но Бог, видя, что человечество Погибает в грехах, в проклятиях Он полюбил человека И избавил его Спас его для своей славы Но Иисус Христос не только спас человека Он также его и сделал Частью самого себя Ты не просто голос Который говоришь о Иисусе Ты не просто проповедник Ты не просто певец Или служитель Божий Ты часть Господня Ты невеста Господня Сегодня Аня, когда молилась в молитве Она стала упоминать слово Невеста Христа Друзья Вы знаете, что подготовка к свадьбе Это очень необычное такое ощущение И интересно, что Господь сравнил церковь с невестой Потому что это зацепит сердце мужчины И парня, и девушки Потому что парень, он знает, какие чувства он испытывает Когда он влюбляется Ему это знакомо И невеста знает, какие чувства она испытывает Когда она это платье уже меряет 50 раз Когда она всех подружек переспросила Как ей лучше прическу свою сделать Вот это время подготовки Когда она ждет с нетерпением И поэтому апостол Павел Он почти единственный в Библии Который сравнивает невесту и жениха С церковью Господней Что это очень такой важный период Что это не просто Ну, поженились, забыли и пошли дальше Не, что небо, друзья, ждет этого момента Земля сегодня существует благодаря тому, что на земле есть ты Если бы не ты, Богу было бы все равно за землю Вы знаете, что наша земля несколько раз Она переживала конкретные катаклизмы Когда она была покрыта водой Когда она была покрыта полностью горящей лавой Наш Саус Хилл, на котором я живу Это сплошная вулканская лава Наш почти спокен, но он закрыт этой лавой Когда-то земля горела Она переплавлялась Когда она здесь, еще никто не жил Бога не интересует земля Он творит постоянно, что-то творит Ученые, смотря в этот space В этот university Они постоянно обнаруживают новые галактики Как это происходит? Потому что Бог постоянно что-то творит Но он творит это духом своим Силою своей Но церковь свою он искупил через Иисуса Христа Потому что он ее полюбил Еще до того, как ты еще не родился И не родилась Иисус полюбил тебя Его любовь, друзья Она невозможна ее описать человеческими словами Ее даже невозможно понять разума человека Его любовь велика Но что произошло с невестой Иисуса Христа? То, что она недооценивает Что для нее Господь приготовил И года два назад По Америке был такой очень громкий случай Когда один жених Предложил одной девушке выйти за него замуж И все было готово к свадьбе Но она за два или три дня до свадьбы Она сбежала Она исчезла Я даже думаю, что есть такой фильм Ранауэй Брайд Но я его никогда не смотрел Для меня это наказание фильмы смотреть Потому что я в начале фильма знаю, чем он закончится И мне уже не интересно смотреть Я смотрю, все Я уже знаю, чем оно все закончится Есть такой фильм, кажется Сбежавшая невеста Но эта история, о которой я говорю Это правдивая история Что эта невеста У нее были, к сожалению, mental problems У нее были проблемы чуть-чуть с головой И она не поняла, что произошло И когда на нее внимание стало все готовиться И обращаться, она не выдержала это внимание Она вдруг подумала Я недостойна Я не могу выйти замуж Она сама не знала Ну все готово Ее парень любит Полиция ищет, родственники ищут Весь интернет гремит Все новости в Америке гремели два года назад Что эта невеста, она куда-то смылась И никто не знает, где она И я размышлял, друзья, о теме церкви И я вспомнил эту историю невольно Что, вау, Бог мой Неужели и мы такие же? Ты все приготовил Ты все сделал для нас Ты отдал своего сына Ты для нас приготовил великое наследство А мы бежим от тебя А почему? Я не готов Я еще не достоин Ой, я вообще не верю Да я вообще не знаю, правда ли это все А что в церковь ходишь? Ну, потому что все ходят И у нас, друзья, происходит Кризис внутренний Когда мы знаем, что Слово Божие говорит нам Что мы его церковь, мы его невеста Мы искупленные Но в себе мы этого не чувствуем И поэтому посмотрите, пожалуйста, на стих 6 Чтобы язычникам быть сонаследниками Составляющими одно тело Сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе Посредством благословения Мы сонаследники Сопричастники Мы одно тело Составляем И мы входим в это обетование То, что для нас Господь приготовил А как? А я не знаю как Ну, как ты покаялся? Верою А как ты получил водное крещение? Верою А как тебя Бог исцеляет? Каждый из нас когда-то Бог исцелял Верою А как ты получил духовное крещение? Верою Вот так же мы верою Мы принимаем эти слова Да Ты может быть невеста села Без образования Ты ничем не отличаешься от других Но Он Твой возлюбленный Избрал тебя Он полюбил тебя Он приготовил для тебя одежды Он приготовил для тебя украшения Он Он любит тебя Любовью Которая для тебя еще Недостижима твоим разумом Просто отдайся в его руки Друзья Любовь вообще это сильная вещь Любовь Люди ради любви Они не спят Они пройдут пешком Я помню как я Когда влюбился в мою жену Как я пешком ходил ночью Холодно Я на мопеде еду Холод продувает Не только мою кожу И мои кости Мой желудок продувается ветром Потому что настолько сильно холодно Я еду И мне не холодно Потому что любовь Она захватывает меня Так это человеческая любовь Я помню как я часами Стоял у телефона И разговаривал И для меня час Как одна минута проходила Потому что я любил Вы представляете себе Насколько Любовь Нашего Господа Больше чем Человеческая любовь Насколько она сильнее Совершеннее И мы должны Друзья Принять это В свое сердце И я молюсь Чтобы мы сегодня Друзья Поняли Что я не просто верующий Вот хожу В церковь Потому что боюсь В ад пойти Я молюсь Чтобы друзья Мы получили откровение О том Что мы ходим в церковь Потому что мы его тело Мы его невеста И невесту Ее никто не может заставить Люби меня Я тебе приказываю Невесту Ее невозможно заставить На ее лице Будет видно И сегодня есть культуры Страны Где девушек Отдают замуж Без их желания Красивая Симпатичная Глаза просто Брови Как вот эти называются Ресницы Но на лице Нету радости Сердце горе Потому что ее заставили А Иисус говорит Я люблю тебя Ты моя невеста Я все отдал ради тебя Приди ко мне Я так сильно Люблю тебя Двенадцатый стих Говорит Что в котором Мы имеем Дерзновение И надежный доступ Через веру в него Друзья Мы имеем Дерзновение И надежный доступ Да Несмотря на все то Что мы чувствуем А что мы чувствуем Постоянно страхи Сомнения Потому что мы же знаем Свое прошлое Мы знаем себя Кто мы на самом деле И когда Речь идет о том Чтобы поверить Мы не можем Мы не можем Согласиться С тем Что он говорит нам О нас тянет Его любовь Он нас восхищает Своей любовью Мне нравится Проводить время С моим женихом Но войти в общение С ним И остаться с ним Мы не можем О я недостойна О я не смогу Я не смогу Мне стыдно А он ждет Он говорит Слушай Да я для тебя Уже все приготовил Однажды Иисус В Луки В 15 главе Он рассказал притчу О блудном сыне И он говорит Что был У человека У которого было Два сына Старший и младший И младший сын Он взбунтовался Он ушел Он забрал все то Что ему принадлежало Видите Каждому ребенку Каждому сыну И каждой дочери Что-то принадлежит Тебе Что-то принадлежит У Бога Есть какое-то Наследие для тебя И он ушел От отца своего И написано Что когда он Расточил все имение свое Живя распутно С блудницами Он начал Нуждаться в хлебе И он начал голодать Но так как он не имел Где зарабатывать Ему дали Чтобы он пас свиней И когда он пас свиней Он стал питаться Свинской едой Это был Сын богатейшего человека Который оказался В плачевном состоянии Что ему пришлось питаться Комбикормом Ему пришлось питаться Рожками Вот этими Которые свиньи Вы знаете Для еврея Свиньи Это как для нас Я не знаю что Что для нас может быть Жабы Да Точно Я тоже жабы не люблю Не знаю Чего их Бог создал Какие-то такие Зеленые Пришкатые Квакают Вообще Как-то некрасиво Вот Иисус Рассказывает Эту иллюстрацию И он говорит Что этот человек Он оказался У корыта Разбитого корыта Он пытался Этими Питался Этими рожками Но когда он пришел В себя Он говорит Что я делаю В моем доме Где мой папа Там даже Слуги Рабы Питаются хлебом А я здесь Его сын Умираю от голода И написано Что он пришел В себя Он встал И пошел К своему отцу И когда он шел К своему отцу Отец ему дал Новую одежду Он дал ему Обувь на ноги Он дал ему Перстень Что означает Власть Все то Что он потерял Ему отец вернул Да Но я уже Несколько раз Падал А и падал Отец тебе Все равно Это вернет Ты Его Невеста Через Иисуса Христа Через веру Мы имеем Надежный доступ И уверенность К нему Да В себе я не уверена Да Я сам в себе Не уверен Но через Иисуса Христа Посмотрите друзья На апостола Павла Который имел Откровение О церкви Он говорит В 8 стихе Мне Наименьшему Всех святых Дана благодать Апостол Павел Он осознавал Что он Что-то Наломал Много дров В своей жизни Он знал это Но при всем этом Он понимал Что ему Что-то дано По-человечески Он говорит Мне Наименьшему 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 Всех святых Дана благодать Не важно Кто ты В физическом мире В духовном мире Ты имеешь благодать Ты имеешь наследие Ты имеешь сыновство И тебя Бог Что-то для тебя Приготовил И то Что он хочет Через тебя сделать Никто за тебя Это не сделает Ты должен И ты должна Это сделать И принять От него Это верою Верою Немало Не сомневаясь Знаете Когда умирает Богатый человек Вдруг появляется Много родственников Или когда уже Он стареет Там начинают Родственники Позванивать Ему Thank you Карт посылать Вдруг За его дни рождения Вспомнили А почему А потому что Родственник очень богатый Есть шанс Что что-то Им перепадет Так вот Друзья У нас есть Богатый родственник Это наш жених Иисус Христос Потрясающее богатство У него есть И деньги есть И здоровье И наследие И много богатства Которое есть у него И слава И все 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 Есть у него Для нас Не только Он нам Чуть-чуть дал Он нас взял Чтобы мы были Участниками В его славе Чтобы мы То что он имеет Это и наше Так же Но мы должны Поверить в это Мы должны Согласиться с этим И мы должны Сказать Господь Я принимаю это Да Пастырь Ты так хорошо Говоришь Но я не чувствую Я не чувствую Что я смогу Это Я просто Хожу в церковь И я надеюсь На лучшее Прими верою Это Прими верою Потому что Ты пришел И ты пришла Господу Благодаря Его любви Никто Друзья Из нас Не пришел Потому что Ему грех Надоел Или еще что-то Грех Иногда Поталкивает Но Только Любовь Божия Она Растаивает Наше сердце Растопляет Наше сердце Касается Нас Слушай Если он Тебя Полюбил Таким Как ты Был Тогда И ты Была Тогда Почему Ты считаешь Он тебя Не любит Сегодня Искупленного Спасенного Оправданного Вы знаете Друзья Что я заметил Проблемы С головой Потому что Когда Сердце Болит Когда Душа Болит Голова От этого Страдает Как говорят В жизни Говорят От дурной Головой Руки Страдают Или Что страдает Ноги Я вам Серьезно Говорю Что Когда ты Приходишь Господу Господь Исцеляет Твой разум Потому что Люди В этом мире Я Прошлое Воскресенье Был в Тарасите Я слушал Свидетельства Пастыря Сына Пастыря Что он Зашел В наркотики И он Стал С ума Сходить Он Стал Забывать Как его Зовут Он Стал Забывать Как Часы Читать Он Стал Сходить С ума И теперь Друзья Мы говорим Что Я Недостойна Когда Бог Тебя Нашел В мире Где Ты Находился И Он Взял Тебя И Привел К себе И Ты Убегаешь И Ты Говоришь Я Недостоин Я Не Могу Я Думаю Возможно Поэтому Дьяволу Удается Нас Совратить Грехами Сигаретами Алкоголем Блудом Потому Что Мы До Конца Не Привязаны К Нему Человек Который Испытывает Абсолютную Любовь Он Испытывает Абсолютное Удовлетворение В этой Жизни И ему Не надо Где-то Ходить Себе Дать Немножко Радости Или Удовольствие Жена Которая Любима Мужем Своим Которая Обеспечена Она Никогда Не Будет Ничего На Стороне Искать Ей Это Не Нужно Дочь Которая Любима Отцом Матерью Которая Обеспечена Она Не Будет Бегать За Каким Левым Бойфрендом С Порванными Джинсами Она Знает Мой Папочка Меня Любит И у Меня Все Есть От Моего Папы И Когда Придет Мой Мой Желанный От Господа Жених Я Выдаду Него Замуж Поэтому Друзья Мы Должны Понять Что Не Просто Когда Нам Плохо Мы Бежим К Нему А Почему Нам Не Дожидаться Когда Нам Плохо Не Дожидаться Этого А Постоянно Быть Рядышком С Ним Чтобы Дьявол Нас Не Отвлекал На Грехи Чтобы Дьявол Не Уворовывал У нас Время Здоровья Наши Отношения С Господом Потому Что Когда Мы Постоянно Пребываем С Ним Когда Мы Подключены В Его Присутствие Мы Тогда Возрастаем В Нем И Тогда Он Нам Начнет Больше Доверять Он Начнет Нам Больше Давать Пожалуйста На Тебе Власть Над Одним Городом На Тебе Власть Над Десятью Городами Однажды Бог Назвал Одного Человека Авраама Другом Своим И Он Хотел Что-то На Земле Сделать Он Говорит Я Не Могу От Друга Моего Авраама Утаить То Что Я Собрался Делать Вы Представляете Себе Что Отношения С Богом Могут Настолько Вырасти Что Бог Будет Считаться Своим Мнением Когда Иисус Был На Горе Преображение И Там Он Молился Написано Что Вид лица Его Изменился И Он Преобразился Пред Учениками Своими И Пришли Два Мужа Моисей И Илья Они Беседовали С ним Об Исходе Его Два Человека Которые Уже Сотни Лет Тому Назад Как Они Умерли Они Спустились На Землю Бог Им Доверил Решать Дела Земли Каждому Из Нас Начни Доверяться Ему Он Тебе Начнет Доверять У Меня Такие Мечты У Меня Такие Желания Я Пробовал Я Пробовал У Меня Не Получалось Начни С малого Докажи Свою Верность Своему Жениху Покажи Ему Что Ты Способен На То Чтобы Он Мог На Тебя Положиться Не Будь Убегающей Невестою Просто Доверься Ему Потому Что Он Ищет Человека Бог Ищет Человека На Земле Через Которого Он Мог Бы Что То Сделать Друзья Наш Господь Он Немой Глухой У Него Ног Нет Рук Нет У Него Глаз Нет На Этой Земле У Него Все Совершенно В Духовном Мире Но На Земле У Него Нет У Него Есть Ты И Апостол Павел Говорит Что Мы Члены Тела Христова Кто-то Рука Кто-то Глаз Каждый Из Нас Является Чем-то Да Но Я Недостоин Мы Это Все Знаем И В Этом Не Сомневаемся Что Мы Недостойны Но Он Нас Удостоил Друзья В Этом То Является И Тайна Ну Какая Тайна А Тайна В Том Что Все Ангелы Все Бесы И Все Творение Оно Ожидало Как Бог Исправит Ошибку А Что Господь Сделал Он Не Только Искупил Человека Он Сделал Его Своей Избранной Невестою Что Для Мира Друзья Для Мира Это Вообще Шок Для Вселенной Это Шок Что Бог Сделал На Земле И Смотрите Стих Какой Я Хочу Вам Прочитать Десятый Стих Откройте Его Пожалуйста Павел Говорит Чтобы Сегодня Дабы Ныне Соделалась Известною Через Церковь Начальством И Властям На Небесах Многоразличная Примет Божия Вы Знаете Через Кого Весь Мир Узнает О Славе Божией Это Через Церковь Хотя Господь Мог Б Гласом Своим Воскликнуть И Сказать Я Бог И Нет Кроме Меня Другого Но Он Избрал Тебя И Меня Друзья Чтобы Мы Стали Друзья Его Голосом Чтобы Мы Его Прославляли И Величали Но Для Этого Нам Нужно Поверить Во Имя Иисуса Поверь Что Ты Избранный И Ты Избрана Может Быть Кто-то Себя Чувствовал Недостойным Потому Что Вы Родились В семье Где На Вас Не Обращали Внимание Может Кто-то Прошел Насилие Предательство Отвращение Может Кто-то Прошел Друзья В жизни Эти Вещи И Мы Вдруг Смотрим На Себя Да Я Ж Недостоин Я Плохо В школе Учился Меня Били В детстве Меня Мама Оставила В детстве Он Говорит Что Он Тебя Удостоил И Сделал Тебя Своим Наследием Во Имя Иисуса Это Нужно Принять Верою Друзья Это Просто Нужно Сказать Господь Я Принимаю Все Те Богатства Всю Ту Славу И Все То Что Ты Для Меня Приготовил Дорогие Вы Знаете Что В этом Мире Миллиардеры Общаются С Миллиардерами Ученые Общаются С Ученными Вот Так Жизнь Устроена Вообще Было Неплохо Чтобы Вдруг С Тобой Подружился Миллиардер Ну Говорит Слушай Ну Коля Ну Ты На трубе Играешь У меня нет друзей Коль Могу я быть Твоим Другом А Конечно Да Да Я буду рад Тоже Только У меня Машины Нету Ой Нет Это Окей Вот На тебе Машину Мне просто Скучно Самому Слушайте Но К сожалению Так не делают Ну Хоть бы Один Попутал бы Меня бы И стал бы Моим Другом Но Господь Что он Сделал Он Взял Абсолютно Бедную Разбитую Судьбу Человека Ни гроша За душой Или за горбом Или за чем там говорится Ничего не было И он тебя делает Наследником Своего царства Во имя Иисуса Прими это в свое сердце Это не от достоинства И это не от твоих заслуг Ну Что ты Придешь к нему Кстати Иисус Я там С куревом Сама разобралась Хочу похвалиться Перед тобой Ну что Ты ему так скажешь Что ли Но Это твой Жених Ты просто будешь С ним проводить Всю вечность И наслаждаться В его присутствии Друзья Хочу вам Прочитать еще Один отрывок И просто Провозгласить это В свою И вашу жизнь В жизнь нашей церкви Это Исаия 49 глава Пожалуйста Послушайте Это очень важно Что Говорит Господь О тебе 13 стих Радуйтесь Небеса И веселись Земля И восклицайте Горы От радости Ибо Утешил Господь Народ свой И помиловал Страдальцев Своих 14 стих А Сион Говорит Говорил Сион Это церковь Оставил Меня Господь И Бог Мой Забыл Меня А Бог Говорит Дальше В 15 стихе Забудет ли Женщина Грудное Дитя Своем Чтобы не Пожалеть Сына Чрева Своего Но если Бо Она И забыла То я Не забуду Тебя В английском Написано Что мама Никогда Не забудет Бог Сравнивает Себя С матерью Говорит Она Никогда Не забудет Своего Младенца Тем более Я тебя Не забуду И он Дальше Говорит Вот я Начертял Тебя На Дланях Моих Стены Твои Всегда Предо Мною Бог Говорит Радуйся Небеса И земля И все Горы Танцуйте Друзья Вся Вселенная Она Смотрит С нетерпением На землю Чтобы Высмотреть Церковь Господню Вы знаете Что когда Свадьба Никто Дружками Не интересуется Никто Лимузинами Не интересуется Никто Музыкантами Все Ищут Невесту И когда Она идет Все головы Поворачиваются И смотрят На невесту Да там Какие туфли У жениха Who cares Невеста Все ее ищут Может быть Она там Вот подружки Выходят Может она За подружками Идет Все Внимание На невесту И Бог Говорит Радуйтесь Небеса Радуйся Земля Горы Танцуют Да поют Потому что Я избрал Тебя Я восстановил Тебя Я поднял Тебя А Сион Говорит Это мы Люди Которые допускаем Сомнения Забыл меня Господь Оставил меня Господь А Бог Говорит Это ложь Я записал Тебя на дланях Своих Твое имя Записано У меня на руке Вы знаете Когда я вижу Что у кого-то Что-то записано На руке Или телефон Или какой-то номер Я точно знаю Этот человек Не хочет Что-то забыть Даже несмотря На то Что у Бога Потрясающая память Он Он Никогда Не забывает Он Все равно Записал Твое имя На своей руке И он Говорит Посмотри Я записал Тебя Ты у меня Записана На руках На руках Моих Я всегда Вижу Твою жизнь Перед собой Я избрал Тебя Ты моя Я хочу Вам сегодня Сказать Может быть Врагу Удается Нас Обманывать Потому что Чересчур Много Фильмов Смотрим Много Брехни Сатанинской Много Гарбича Этого Мирского Если бы мы Почитали Эту книгу Исаия Друзья Если бы мы Почитали Слово Божие То мы бы Поняли Да Я Ничто Я просто 200 паундов Костей Кожи И кишков По плоти Но в духе Я сын Божий Я дитя Божие Мне Принадлежит Наследие И нужно Смотреть На себя Друзья И не путать Колбасу С чем там Кто путал Колбасные Обрезки С чем путали Была русская Пословица Короче Не идут Пословица Сегодня И не путать Друзья Одно с другим Мы должны Научиться Отличать Где человек А где Божие Все плохое Это человеческое Все хорошее Это Божие Потому что Когда Бог Говорит нам Прими Мы говорим Я не достоин Когда враг Говорит нам Ты не достоин Там ты никто Вдруг подкрадуется Гордость Когда с нами Дьявол разговаривает Подкрадывается Гордость Когда Бог С нами Разговаривает Подкрадывается Радость В наше сердце И наполняет Наше сердце Потому что Он говорит мне Я люблю тебя Я приобрел тебя Для своей славы Друзья Это было желание Бога На самом деле Кто из вас Не может читать Библию Вот заставьте себя Почитайте Книгу Исаии Потрясающая книга Бог говорит Это я Для себя Тебя избрал Я спас Ради себя Я тебя нашел Такой Как ты была Грязной Разбитой Это было Мое желание И поэтому Бог сегодня Сравнивает И говорит Что женщина Она никогда Не забудет Своего ребенка Тем более Я тебя не забуду О народ Божий Когда мы сейчас Идем домой И там ждут Наши проблемы Наши гиганты Нас ждут Голиафы Болезни Нас ждут Мы должны Наполнить Своё сердце Убежденностью Тем Что я Божье дитё Уроки начнут Лучше решаться На работе Будет интересней В жизни Будет интересней Я Божье дитя У меня есть цель У меня есть будущее На самом деле Грядет этот день Друзья Когда мы не просто В церковь сходим Когда мы не просто Поедем в церковь Но когда к нам Наш жених Придет на облаках И он когда придет Друзья То не просто Безы убегут Всё исчезнет Написано Что даже Самый храбрый Возопьёт Потому что Пришёл царь свой Чтобы взять Свою невесту Тогда мы все Услышим Настолько услышим Что написано Что даже Мёртвые Услышат Глаз Сына Божьего Поэтому пусть Этот голос Друзья Звучит в нашем сердце Постоянно Сильный голос Могущественный голос Если мёртвые Услышат Написано И воскреснут То насколько Больше живые Должны этот голос Услышать Хватит Голосов Ложивых Хватит Голосов Которые не Божие О, ты недостоин Посмотри на себя Ты ошибаешься И вот когда мы Смотрим на себя Друзья Так И мы ошибаемся Но когда мы Смотрим на себя Глазами веры Глазами Слова Божьего Тогда приходит Убеждённость Я Божье дитё И это не гордость Друзья И это не Не эрогенс Я не знаю Как по-русски Эрогенс Это как бы Надмение Это не Это признание Того Чтобы то Что Бог Для тебя Приготовил Оно Есть Твоё Прими это Сегодня От Него Получи Эту благодать От Него Чтобы ты Принял И чтобы В твоей жизни Всё Изменилось Будь Невестой Его Не откажи Ему Сегодня Его любовь К тебе Потрясающая Да Тебе не всё Понятно Ты не всё Знаешь Об этом Женихе Но он Тебя любит Он хочет С тобой Поговорить Он хочет Закрыться И один на один С тобой Проводить Время Он хочет Чтобы ты Познавал И познавала Его Слово Чтобы ты Мечтал о Нём Чтобы ты Думал о Нём И ты Говорил с Ним Друзья Давайте будем Находить Время И вместо того Чтобы сидеть В депрессии Что у меня Что-то нету Или думать Я некрасивая Помни Что ты Записана И записан На Его руке Он знает О Тебе Бывает Такое Что пройдёт Неделя Тебе никто Не позвонит Приходят мысли Боже Я никому Не нужен И не нужно Боже Как так Мои друзья Даже забыли Меня поздравить С Днём Рождением Господи Как мне Надоела Вот эта ситуация Помни Что Он знает И Он помнит О Тебе И Он всегда С Тобой И у Бога Великий план Для Твоей жизни Во имя Иисуса Давайте склоним Свои головы И пару минут Просто поблагодарим Его Поговорим с Ним Порадуемся Друзья Что у нас Сегодня Есть живой Господь Чудный Господь Любящий нас Закрой свои глаза Просто благодари Его Мечтай о Нём Говори с Ним О Боже наш Мы благодарим Тебя И славим Тебя За Твою Церковь Господь Которая Боже мой Была запятнана Которая Господь Была отвергнута Господь Но Ты принял нас В Свои объятия Ты принял нас Господь В Свои царские дворы Ты надел на нас Царские одежды Ты надел на нас Корону Господь Своей славы Боже мой Ты с нами Поделил не только небо Но Ты с нами Поделил Свою славу Мы благодарим Тебя Господь Ты с нами Поделил Отца Своего Ты сказал Что никто Не знает Отца Кроме сына И сына Не знает никто Кроме Отца Но только Тот Которому я хочу Открыть Отца О мы благодарим Тебя Что Ты открыл нам Отца Небесного Что мы познали Живого Бога Истинного Великого Праведного Бога Да будет в нашей жизни Господь Твоя воля Твое царство И Твое устройство Дух Святой Говори с нами На неделе На протяжении этой недели Что Ты Наш Господь Что Ты Наш жених И что у Тебя Для нас Великое будущее И великая слава Приготовлена Во имя Иисуса Христа И все сказали Амин Субтитры создавал DimaTorzok